Всем привет! Я хочу вам рассказать, как читать книги на изучаемом вами языке, для того, чтобы этот язык учить, улучшать, и как сделать этот процесс максимально полезным, удобным и, самое главное, продуктивным. Ну и добавить можно бонусом так, чтобы вам это быстро не надоело и чтобы вы быстро не выгорели. Первое, наперво, я вам хочу рассказать про адаптированные книги. В момент процесса изучения вами языка, книги вы должны выбирать исключительно по тому уровню, которым вы владеете. Безусловно, вы можете брать книги на уровень выше. Это будет в целом полезно, если вы прямо сейчас и здесь занимаетесь именно улучшением своего языка прямо вот в моменте. Если вы достигли какого-то определенного уровня языка и хотите его продолжать улучшать, или хотя бы хотите закрепиться на этом уровне языка, то читайте книги именно этого уровня. Это позволит вам изучать язык на том уровне, на котором вы находитесь, и закреплять усвоенный вами материал, а также, собственно, расширять свой вокабуляр. Кто бы вам что ни говорил, кто бы вам там что ни пел, что единственный способ изучения языка – это чтение книг для нэтивов, это ложь, бред. Абсолютно неполезно, абсолютно непрактично, потому как вы перегрузите себя. То есть, вместо того, чтобы эффективно учить язык постепенно, вы будете записывать буквально каждое слово. Без шуток, буквально каждое слово, каждую конструкцию, каждое примененное время. Безусловно, спустя много месяцев практики, каждодневного изучения, если вы даже сможете себе позволить заниматься языком хотя бы там два часа в день, это, безусловно, принесет вам плоды, но это будет очень сложный, тяжелый, зернистый путь, потому как вы сразу будете получать абсолютно все, всю информацию, касающуюся языка, ну а по большому счету вам это не нужно. Есть такое понятие, как книги для детей на определенных языках. То есть, например, у меня есть книга «Чарли и шоколадная фабрика», которая для детей, начиная с 10 лет. Эта книга вообще абсолютно и целиком не подойдет вам, если вы не нэтив. Нужно понимать, что ребенок в 10 лет – это ребенок уже в третьем классе. Язык, который понимает огромное, катастрофическое количество идиом, фразеологием и прочих сложных конструкций, которые для человека, который с языком никогда не работал, совершенно не подходят. То есть, вам придется сначала изучать язык, дотягивая его до определенного уровня, а именно до уровня 10-летнего ребенка, и только потом приступать к изучению этих книг. Поэтому я вам настоятельно не рекомендую, хоть и написано там, типа, «Библиотека инфантили» и так далее. Это все неадаптированные книги. Пожалуйста, не берите книги для нэтивов, даже для детей. Это вам не поможет. В интернете, благо, есть огромное, безумное, катастрофическое количество адаптированной литературы, особенно если вы учите английский. Там литературы просто бесконечное множество. Литература на испанском, честно говоря, копейки, просто вообще, ну, просто капля в море. И если вы их найдете, вам очень сильно повезет. У меня есть несколько книг на английском. Вот тут написано сразу, «Level 2, Improve Reading». И это уже действительно книги для второго уровня. Здесь есть большой текст, здесь есть хорошие картинки. Это все отлично иллюстрировано, это все хорошо проработано. Здесь, если даже вы что-то не поймете, здесь еще есть отсылки, ссылки и так далее. То есть, если мы говорим про «Level 2, Improve Reading». Также у меня есть «Level 3», «Practice Reading». Примерно все то же самое, текста немножечко побольше, но все так же весело анимировано. Все так же есть отсылки, с обратной стороны есть какие-то уточнения. То есть, это уже вот эта книга. Я изучаю испанский, и я вам хочу посоветовать Paco Ardita. У Paco Ardita есть все уровни, абсолютно все уровни языка. То есть, это и А1, А2, В1, В2, С1, С2. У него нормальный вокабуляр, плюс-минус интересная сценарическая работа. То есть, у него такой, ну, массу-минус стори-тейлинг. Вот, вам это будет, ну, хотя бы плюс-минус интересно, потому что очень много новелл, которые написаны, они прям отвратительно ужасны. То, что касается чтения книг, я хочу, чтобы вы подытожили, что книги читать нужно адаптированные. И только с адаптированными книгами вы сможете нормально и продуктивно изучать язык. Все, что касается книг для нейтивов, вам абсолютно не подходит, и вы будете только мучиться. Продолжение следует...